всем доброго утра так как в видеохостике youtube практически нет моих лайфов скажу что переживаю когда некоторые подписчики спрашивают почему почему мало эфиров вчера мы пытались сделать эфир с рубеном и грабяном к сожалению не получилось что-то было со связью сейчас сделаю эфир оставлю своей ленте чтобы те люди которые днем или вечером будут заходить имели возможность пройтись по тем вопросам которые мы обсуждаем в ленте и сделаю это очень коротко для того чтобы просто во первых поприветствовать всех во вторых дать понять что так же как и вы конечно по многим вопросам у меня есть волнение переживания и радость восхищения то есть вся палитра чувств всем доброго утра надеюсь что все в порядке со здоровьем у вас и у ваших близких ну и еще раз напомню что пока у нас лето независимо от той повестки которая есть независимо от тех событий которые происходят вокруг нас надо находить время отдыхать высыпаться есть побольше фруктов загорать если есть возможность поставить искусственный бассейн резины был у себя во дворе купаться от ехать по армении отдыхать ехать на море за границу если у вас есть такая возможность а сегодня у жителей армении в пять раз больше возможности отдыхать чем пять лет тому назад и это абсолютный факт туда нужно обязательно кстати говоря до этого говорил про то что сейчас не время откладывать деньги копить деньги сейчас время если есть заработок тратить его на себя то есть борелось она джан борюсь пикин гори бян боли борюсь вот поэтому если что совет зафиксируйте то есть сейчас не время откладывать деньги время сложное поэтому надо это время сделать веселее и счастливее по поводу румана меграбяна надеюсь что у нас получится как он приедет ереван сделать видео мост прямой эфир марета доброе утро велись и болорит болерней во первых скажу что у нас в армении здесь для тех кто смотрит не из армении во всех областях и в ереване продолжаются стройки всех объектов человек какая-то женщина писала строительством детских садов вопросы не решаются но это ложь строится водохранилище строится школы строится все что только можно строить поэтому давайте все таки это не забывать что я еще хотел сказать очень важно почему я вышел в эфир мысли которые у меня есть каждый день вот я хотел бы с ними поделиться с вами этими мыслями знаете не большая часть нас людей которые нас окружают являются неблагодарными гор большой привет вот если мы обратим внимание на своих соседей коллег по работе ну даже обычных людей мы обнаружим что большая часть людей неблагодарные то есть эти люди не ценят добро ты делаешь для них добро они это не ценят они тебя используют своих целях да вот им нужно тебя использовать для чего-то они тебя используют и вот глобальном смысле проблемы даже нашего народа государства если мы действительно верующие я сейчас говорю для тех кто как я верит бога мы должны понимать что автор большой привет мы должны понимать что вот это чувство неблагодарности приносит нам большие проблемы и первую очередь духовные потому что если люди у себя на работе у себя дома на улице в фейсбуке притворяются теми кем и они не являются то мы видим перед собой уже не человека мы воспринимаем не человека актера причем актера который играет не одну роль который каждый день играет какую-то роль и соответственно мы воспринимаем такого собеседника который является актером мы его воспринимаем как объект лжи да и когда таких объектов очень много у нас дома во дворе даже на лестничной площадке то мы постепенно сами становимся актерами и это требование последних как минимум 15-20 лет когда развиваются высокие технологии когда появился уже не кнопочный телефон а телефон который нам позволяет связываться с людьми в другой точке планеты полури баре луиск шла календер барихус кири ама и то также себя ведут лидеры других стран я тоже вот не удивлен что такой лидер как путин уж от на каждом шагу я даже вот не удивлен знаете но вот когда тебе врут соседи родственники и лидеры соседних стран как ты должен себя вести то есть ты должен притвориться с сильным человеком с агрессивным человеком человеком которого тебе надо терпеть тебе надо притвориться что ты веришь ему или ей ты веришь тому что говорит этот неприятный собеседник которого ты должен должна обязаны и вынуждены мы терпеть теперь что касается давайте начнем с фейсбука у нас тут пять лет тому назад было очень много людей которые были якобы сторонники пашня я уже много раз говорил про то что если мы говорим о премьер-министре армении то ни одного сторонника пашнян не потерял за эти пять лет это правда да пашнян не мог потерять своих сторонников все сторонники которые были сторонниками премьер-министр они остались сторонниками часть людей которая хотела найти работу вот у нас был блогер которого никто в жизни не знал адамян или какого фамилия который пиарился моих эфирах которому ничего плохого мы не сделали я не сделал но который вдруг стал анти пашняновскими одновременно поливать грязью всех кто поддерживает пашняна а ведь даже врагам я желаю счастья ну что поделать если люди не попали во власть не получили должность то же самое касается многих других людей вы что поддерживали пашняна для того чтобы получить какую-то должность а давайте вообще поймем вы поддерживали пашняна или вы поддерживали свой народ причем тут вообще пашнян потому что в моем понимании все таки когда я поддерживаю пашняна я поддерживаю все те слова поступки его желания его мысли которые он произносит они условно говоря какого-то мужика с двумя ногами и двумя руками да понимаете о чем я говорю то же самое эти люди которые говорят мы были пашняновскими а вообще не надо быть пашняновскими не надо быть авиняновскими не надо быть кучаряновскими да надо иметь какое-то понимание как ты являясь мужчиной или женщиной женщиной как ты человек которым 20 30 40 50 или 60 лет относится к своему народу которому очень необходимо жить в сильном государстве чувствовать плечо сильного государства государство это каждый из нас со своими плюсами и минусом и это вот очень сложная тема которая видимо не доходит до многих людей которые говорили мы были за пашняна теперь мы против него нет нет вы никогда не были за него вы те люди которые что хатеных кац вортех окутка миг дэвэнк окутчка а и большая часть людей даже которые смотрят этот эфир будет смотреть этот эфир и ютюбе и фейсбуке я вы мы что хотим хотим что было так как мы хотим всегда а вот когда мы хотим чтобы другие люди нас любили когда мы хотим чтобы другие люди делали как мы хотим а мы не задаем вопрос что эти люди от которых мы что-то требуют. Такие же люди, как мы. А они чего-то ждут от нас? Или только мы ждем от других? Они, другие люди, от нас чего-то ждут? Ждут. Они ждут такого же человеческого отношения к себе, которое проявляют они по отношению к нам. Редактор субтитров, дарить любовь, теплые слова, хорошие отношения. И то же самое среди вот этих лжесторонников Пашиняна. Ребята, вы пять лет тому назад выбегали поддерживать Пашиняна только для того, чтобы получить пользу. А от кого вы хотели получить пользу? От кого? Давайте поймем, от кого? Вот у нас есть благотворительные фонды в Армении и в Ереване. Я уже говорил о том, что больше большая часть этих фондов это уроженцы Карабаха. То есть во времена Кочаряна и Сержа, и если вы обратите внимание, большая часть там женщины. То есть во времена Сержа Сарксяна и Роберта Кочаряна многие шустрые аферистки из Карабаха решили, что это хорошая денежная тема. Можно хорошее бабло зарабатывать в благотворительных фондах Еревана. Бросили свой Карабах и начали воровать деньги в этих благотворительных фондах. Эти женщины притворяются в Ереване представительницами, я не знаю, светского мира. Эти женщины, которые создали свой какой-то круг вместе с творческими людьми, реально били себе в голову в Ереване, что это самые главные дамы, от которых зависит жизнь всей армянской столицы. Эти женщины о себе такого мнения, что я там, я еще раз повторяю, не обо всех, но о большей части благотворительных вот этих фондов, эти женщины ходят на концерты, на приемы, одеты в пух и прах. О себе они такого мнения, что посмотрите, я помогаю лечить детей от рака, если бы не я, директриса или директор там благотворительного фонда, как бы жил Ереван, как бы выживали бы больные дети. Но ведь большая часть этих женщин, которые руководят благотворительными фондами, это аферистки, это оборотни, это мошенницы. Это мы должны все понимать. Мошенницы самого высокого пошиба. У некоторых там вообще, они сумели завести себе чуть ли не двух-трех мужчин, от всех нарожать детей, получать алименты, одновременно устраивать скандалы, строить из себя попов земли. Но что такое благотворительный фонд в Ереване, в Армении? Это человек, который идет в Министерство юстиции и пишет себе тот устав, который он хочет написать. У него там числе не 30% от всех денег, которые платят фонду разные компании или частные лица. Чуть ли не 30-35% это их деньги. А остальные деньги они тоже могут крутить. Они могут тратить на что-то, а потом через черную кассу получать обратно. Часть или половину этих денег. И да, эти люди усекли, что благотворительный фонд это отличная тема. Отличная тема. И на страданиях детей, на страданиях людей, на болезнях людей они зарабатывают деньги. Они бросили свои родные села, свои родные города, сидят в Ереване, зарабатывают деньги на больных людях и еще умудряются со своих сравнить отдельно взятые, извините меня, шлюхи высшего пошиба. Еще умудряются статусы писать против меня, например. С левых анкетах писать. Девочки, наверняка же вы будете смотреть с левых анкет от эфира. Вы что думаете, что в Ереване никто не знает, что вы занимаетесь воровством в своих благотворительных фондах? Вы действительно думаете, что про вас не говорят, про некоторых из вас, что вы высшего пошиба шлюхи, которые лезут на чужие морковки, чтобы алименты получать. Вы что? Вы теперь статусы пишете против Анны Акопиан. Кто вы такие? Кто вы такие? Кем бы себя возомнили? Кстати говоря, война с Анной Акопиан в чем заключается? Отдельно взятых шлюх Еревана, которые заведуют какими-то там благотворительными фондами, заключается в том, что эти шлюхи до прихода Анны Акопиан, они делили пирог этих денег между собой. Они себе, извините меня за это слово, приношу извинения перед моими подписчиками, себе нашли любовников в банках, в правительстве, в прокуратуре, в следственном комитете. Занимаются с ними сексом, строят из себя принцесс в кровати. Эти люди договариваются с компаниями, фирмами, заводами. Эти объекты пересылают деньги на благотворительный фонд. И эта дамочка зарабатывает с этого деньги. А тут пришла Анна Акоп. В 2018 году открыла свой фонд, мой шаг. Соответственно, многие люди начали перечислять на этот фонд деньги. И люди, которые начали перечислять деньги в фонд Анна Акопян, прекратили перечислять большей частью деньги в другие фонды, что, конечно же, разозлило. Поэтому, особенно уроженки Карабаха, которые постоянно пишут о политике, где это видно, чтобы руководительница благотворительного фонда целый день писала о политике. А я напомню, особенно в первые годы после революции, как они свою задницу рвали. Как они свою задницу рвали в своих страницах. Почему? Потому что им было удобно, когда у власти в Армении был преступный Карабахский клан. В принципе, он сейчас тоже остается в банковской сфере, во многих сферах. Им было удобно, что их никто не может арестовать. У них есть СМБ, Карабахские друзья. У них есть... А я напомню, что СМБ был под жестким контролем Карабахцев. На 100%. У них есть друзья в Генпрокуратуре. Никто на них уголовное дело не возбудит. Половина судей из Карабаха. Их никто не тронет. Понимаете? Даже если они миллиард украдут в своем благотворительном фонде. У них свои люди в разных заводах и фабриках. Деньги перечисляют, они их списывают, воруют. И тут пришла власть Никола Пашняна. И да, этим благотворительным фондом это невыгодно. Я и напомню еще раз. Человек, который занимается добром, благотворительный фонд, который целыми днями лечит там больных детей раком, у него не может быть времени писать политических постов. Человек, который заинтересован в том, чтобы ему помогали люди разные, да, он никогда не будет своих подписчиков делить на Кочаряновских и Пашняновских. И те женщины, включая уроженцев Карабаха, которые имеют какие-то здесь благотворительные дела, те дамочки, которые писали и пишут политические посты, они делят свою публику на две части и тем самым половина денег, которые они могли бы, например, условно говоря, получить от сторонников новой нынешней власти, они не хотят от них уже деньги получить, да потому что их не интересует лечение детей, потому что мужчина или женщина, которого действительно волнует каждый день, как бы собрать деньги, чтобы вылечить больного ребенка, он никогда не будет свою публику делить на две части, а тот, у кого задница горит по полной программе, да, тот, который притко Чаряне или Сержа хорошие левые деньги делал в ереванских, скажем так, разных тусовках, да, их волнует это, и эти люди пишут даже различные посты, которые вообще не касаются их, якобы переживания жительницы или жителя Еревана, чтобы нагнетать людей, настраивать против новой власти, это дешевый трюк, да, но и еще раз повторяюсь, когда это делают отдельно взятые шилхи, у которых по 3-4 мужа, супруга и любовника, с которых они дерут алименты, у них не может быть вообще моральной стороны вопроса, и вы знаете, что удивляет, когда вот такие женщины по тоскушке высшей пробы считают, что они все делают верно, они позволяют себе критиковать кого-то, кого-то называть оскорбительными словами, ведь некоторые женщины, которые, повторюсь, являются шлюхами, они не чувствуют за собой, что они шлюхи, причем не физического характера, а моральные шлюхи, а кто такая моральная шлюха, это женщина, которая может пойти на убийство, попросить кого-то, кого-то избить, попросить сотрудника СМБ или Генпрокуратуры на кого-то возбудить уголовное дело, и я уверяю вас, что у многих руководительниц в благотворительных фондах Армении, которые притворяются добрыми женщинами, которые помогают больным, это сатана в обличии там женском, которая притворяется какой-то добродетельницей, это дети сатаны, у них нет вообще чувства доброты, если кто-то ставит на их пути, они ведут борьбу с ним, со своих анкет, с левых анкет, нагнетая, настраивая других людей, понимаете? Мне это вот напоминает душлюху маленького роста, Гайанеза вот, работает возле кинотеатра Москва, администратором гостиницы Мишиковской, это тоже вот известная шлюха в Ереване, которая пишет против нас, пишет с левых анкет, такая же, как вот руководительница благотворительных фондов, понимаете? Точно такая же. И вот когда благотворительные фонды, их руководители, уроженцы Карабаха, критикуют Анну Акопиан, критикуют Пашиняна, никто не задает вопрос, ребят, а почему вы бросили свой Карабах и живете в Ереване? Вы что делаете вообще в Ереване? Если вы такие патриотки Арцаха, почему вы здесь воровством заняты денег в Ереване, строя из себя руководительниц благотворительных фондов? Почему вы не живете в родных селах, в родных городах? Почему вот некоторые из вас вообще по два мужа имеют и по два ребенка от каждого мужа? Почему своих детей не везете в Карабах, чтобы они там росли, пропитывались любовью к родному Карабаху? Вы же так тосты поднимаете. Наш любимый Карабах. Ну, если любимый, что ты делаешь в Ереване? Что ты здесь сидишь? Почему здесь зарабатываешь деньги? Потому что здесь много денег можно украсть, правильно? А в Карабахе как вы будете воровать деньги? Там, где вы будете их воровать? Ну, а немножко там, немножко сям, но не такие масштабы, как в Ереване. Поэтому мне очень смешно, мне очень смешно, когда люди, занимающиеся воровством в благотворительных фондах, пишут посты против Пашняна, лекции ему читают. В первую очередь, Карабах должны и могут защищать те люди, которые являются жителями Карабаха. Жителями Мартуни, Мартакерта, Аскерана, Степанакерта. А если житель Карабаха хочет воровать деньги в Ереване, притворяясь благотворительным и считающим себя там руководителем какого-то фонда, который помогает бедным детишкам. Вот такие дела. Поэтому я призываю обратить на это внимание, на то, что я сказал, что где это видено, чтобы благотворители, тем более уроженцы Карабаха целый день занимались в своих лентах интригами и политикой. Если вас интересует лечение людей, то вы должны быть источниками доброты, а не заниматься политической деятельностью, как какие-то политики из партии. Ну, конечно, тема Карабаха нас всех очень волнует. Недавно Арайк Арутюнян устроил спектакль в Карабахе, погибло четыре человека и, чтобы наебать всех карабахцев, Арайк устроил спектакль в парламенте. Он одел черную майку, специально несколько дней не брился, появился в парламенте, чтобы его камеры сняли и все люди говорили «Ара, мемки, я не отношусь в полнометме, все в полнометме, а что В... ... 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 не могли снять. А арт-классы и джековы не было ни разу, ни разу не было ни разу. Матик, когда они так-то не было, но не было ни разу. Настоящее, не было ни разу, что не было ни разу. То есть, люди такие иначе не способны, не способны на проявление чувств, не способны плакать. Знаете, мы с Кариной Шахпазиан, с Арпиной Петросян, с Дианой Бугадарян, с Виктором Кудавердианом, его супругой Маргаритой, с Галустом, с Артоваздом, со многими людьми посетили более 1200 семей погибших и раненых. И когда ты много плачешь, когда ты много переживаешь, в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя вообще нет сил больше плакать. То есть у тебя это уже вот, даже вот слезы заканчиваются, потому что когда их много, они заканчиваются. А когда ты еще и видишь много лет эти смерти, плюс еще и ты сам подонок и преступник, ты априори не способен плакать. И как же мне противно было видеть Арайка Арутюняна в черной футболке в парламенте Арцаха, как он делает вид, что якобы он в трауре. В каком ты трауре, Арайка Арутюняна? В каком ты трауре? Если ты действительно в трауре, у тебя 4 человека погибло. Ты миллиардер, Арайка, без денег из Еревана. А почему ты не вышел к народу и сказал, что за каждого погибшего я подарю из своего бизнеса один дом? Почему не даешь 4 дома детям этих погибших? Кроме того, что ты возьмешь у Армении деньги и заплатишь семьям погибших. Почему ты, Арайка, как отец арцахского народа, каковым ты пытаешься представиться? Почему ты из своего бизнеса, из своих миллиардов, 4 квартиры ему не подавишь этим 4 погибшим? Почему твой друг, ты же называешь Рубена Арутюняна другом. Почему твой Рубен Арутюнян, который жопу рвет свою, что у него 1 миллиард состояние. Почему Рубен не дал им по 20 тысяч долларов? Жаба его душит. Он же переживает за Арцахцев. Он же 1 сентября прошлого года приехал и сказал, что я буду плечом к нашим родным Арцахцам. В чем проблема? Плечом к плечом, помоги, да? Ты миллиардер. А разве Левон Хайропетян так делал по отношению к Арцахцам? Господа Арцахцы, которые любят в кавычках Рубена Арутаяна. А Левон Хайропетяна и деви. Я верю, я верю, я верю, я верю, я верю, я верю. У цевым им в Арцахцанэль гасченталис. Ба Рубен Вартханян миллиардер чузум. Эль ку копеков окни. Эдзох вас дэгэкин. Ба, ничем хамара. Здесь зачем вам нужны российские миротворцы, которые вас не защищают? Ваш Тигран блогер все, да? Больше уже не воин против миротворцев. Я тут вчера смотрел видео с Тиграном. Какой он довольный. Он уже разговаривает как чиновник. Сколько денег интересно платят людям, чтобы они стали такими арайковскими? А где ежедневные митинги, Тигран? Люди переживают ужасающее горе. Чувство страданий у них. Где твои митинги, где требования, чтобы миротворцы выполняли свои функции? И люди настолько тупые, что они продолжают верить в ранью и Тиграна, и Арайка, и Вито Баласаняна. Теперь что касается Арайка Арусуняна. Вы там хайли нанэйсраэлян. Вы говорили, что Арцахи. Вы там хайли наняйсрая, который сказал, что Арайка Арусунян. Вы там хайли наняйсрая, что Арайка Арусунян. И вот он хайли наняйсрая, что Арайка Арусунян. И вот он хайли наняйсрая. И вот он хайли наняйсрая, что Арайка Арусунян. И вот он хайли наняйсрая, что Арайка Арусунян. И позорить их по всему миру, потом отпускать. А какого черта вы отпустили этого мужика, если ты говоришь на весь Карабах, что он давачам? Зачем отпустили? Почему не казнили и смертную казнь не дали? Вот лицемерие именно таким и бывает. И я очень сожалею, что в Карабахе никто не задает вопрос, почему президент Арцаха не называет предателем того, кто украл 25 миллионов драмов. А требования к отдельно взятому жителю Карабаха намного меньше, чем к власть имущим. А твой Виталий Баласанян, Арайк и ты, вы власть имущие, вы отвечаете за народ. Но если ты и твои соратники воруют 25 миллионов драмов, ты чего вообще требуешь от простых людей? Чего? Я вот не понимаю, чего мы требуем от простых арцавцев, если чиновник ворует 25 миллионов и никто его не наказывает за это? Если людей не наказывают за убийство и воровство в Карабахе, то каждый житель Карабаха должен знать, ведь Поэтому ситуация в переговорах с Азербайджаном, она лично для меня очень-очень понятна. Что независимо от того, что сделает Азербайджан, независимо от того, что скажет Алиев, независимо от того, какие самые чудесные решения примет Алиевская власть, в самом Карабахе у нас ОПГ. И об этом надо все время говорить, чтобы люди понимали. И каждый житель Карабаха должен задать себе вопрос, а как ты будешь жить с организованной преступностью? И ты думаешь, когда человек представляющий организованную преступность и в руле депутата, Изэт, мы с этим очень-очень говоря подсказывают, что они говорят, азгай, 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 азгай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Или смириться с ними. Вот я писал пост про Нор Азнаберт, что жители мне лично жаловались, большая часть, что они ни разу не видели лицо губернатора. Выясняется, что губернатор все-таки был два раза в 2019 и 2021 году. Но выясняется, что на фотках на встрече с губернатором, чуть ли не уровня, знаете, такого конфиденциального, Гюгапет Нор Азнаберта встречается с Араратом. На фото его жена, его, не знаю, Ганель, то есть члены семьи. У меня возникает вопрос. Вот когда губернатор Вайосзора, наш уважаемый Арарат, встречается с селом Нор Азнаберт? Вайосзор, в 5-4 тысяч рублей. А где все село? Потому что если Марс-Пет встречается с жителями приграничного села, было бы желательно, если бы Арарат потребовал, чтобы все село пришло на встречу с ним. И, знаете, я буду обязательно ехать в Айус-Оль, я попрошу, скажу Арарат, пожалуйста, встретись со всеми жителями села, но разнобер. Со всеми домами, то есть, меня неча не узнает Марты. Иначе богок нер унен, иначе предложение унен. Бац, еб гюгапета, гандипума Марс-Пет ехе, такун, такун, боч мекин, чиясум. Чи китаем, еле, етэ дуля в гюгапетас, иначе чес боло ритканчум, боло жоуртин. Те киек, ез уненес мафия, ку мафия, аз мекин гюгапет, унят гена и урян мафия. Асейские нки качи, миги, 10-15, хокки, шуст ричьер тверт вомарку, о чем паудзешки, а я и ананусь гюгапетин, ища манасы, аз тверк ма ратик, мунувым ен, ажан гюгапетин уршадруњула, аз, и, с типом, цена, заживутся, джиншуващук, эд, неча как-ка, заживутся, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok